Здравствуй, дорогие мои друзья! Сегодня у нас с вами седьмое занятие. Хочу сказать, если вам нужны личные какие-то расклады, пожалуйста, пишите. В шапке профиля находится ссылка, чтобы подать заявку на полный курс обучения Таро, который состоится в октябре, а также на индивидуальные расклады. Там будет отдельная графа. Пишите туда. Итак, сегодня мы с вами еще рассмотрим карты двора. Вообще, что за история с этими картами двора? Но у нас карты двора привязаны к знакам зодиака. Итак, берем с вами скипетры. Король, Дама, Рыцарь и Паш. Сюда мы относим с вами в нашей системе знаки зодиака Овен, Лев и Стрелец. Кубки. Сюда относятся знаки зодиака Рак, Скорпион и Рыбы. Водные знаки. Мечи. Сюда относятся у нас Близнецы, Весы и Водолей. То есть знаки Воздуха. И знаком земли. Это у нас Пентакли. Относятся Телец, Дева и Козерог. Все фигурные карты или карты двора. Это у нас поведенческие типажи. Основной стиль, образ поведения человека в той или иной ситуации. Допустим, кто у нас напорист, целеустремлен? Огонь, конечно. Кто у нас меланхоличен и сентиментален? Это вода, кубки. Кто задумчив и мневателен? Продумчив. Это воздух. А кто расчетлив, прагматичен? Это земля. Знаки земли. Итак, мы разные. Но между тем природа и ее законы разделили нас на четыре стихийные категории, которые и представлены в картах двора в виде королей, дам, рыцарей или всадников и пажей. Допустим, если мы делаем с вами расклад в нашей системе, обязательно указывается возраст человека и кто он по знаку зодиака. Это немаловажно. А также мы еще смотрим астрологическую составляющую. Этот аспект тоже очень важен, потому что от этого зависит, как читать тот или иной аркан. Находится человек на цикле или он просто живет, или до него еще не добрался цикл Юпитера, к примеру. Итак, у нас короли, как я уже сказала, дамы, рыцари и пажи – это мы. Еще один момент в нашей системе. Продолжение следует. Продолжение следует.